Все 388 городских образовательных учреждений готовы принимать своих учеников и воспитанников с 1 сентября. В том числе и новая школа на пятой просеке, построенная в рамках национального проекта «Демография» и начинающая свою работу с этого учебного года. Всего в самарских школах знания будут получать более 120 тысяч учеников. Из них более 13 тысяч идут в первый класс. Из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе школьные линейки будут организованы только в тех параллелях, для которых день знаний особенный. Линейки у нас будут организованы в школах отдельно для первых классов, параллельно отдельно для 11 классов. На улице совмещены все остальные классы в кабинетах. Графики во все инстанции направили. Работают и 207 детских садов, в которых воспитываются более 50 тысяч малышей, почти 4 тысячи из которых младше трех лет. Чтобы им, их родителям, а также школьникам было комфортно добираться до своих учреждений, глава Самары Елена Лапушкина обратила внимание на рабочем совещании, что все территории должны быть приведены в порядок. Речь идет не только о школах, у нас с вами есть и высшее учебное заведение, там тоже надо проверить территорию. Про покос травы даже не говорю, все должно быть скошно, рядом, и, конечно, все перекладки такие серьезные должны быть завершены в полном объеме. Обсудили на совещании и безопасность в школах и детских садах. Накануне учебного года в зданиях проверили исправность тревожных кнопок и систем пожарной безопасности. Заботятся и о защите от коронавирусной инфекции. Уже привиты более 80% сотрудников самарских образовательных учреждений. Также в школах и детских садах будут соблюдаться все санитарные нормы и требования. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.